Здравствуйте! Скоро наступает праздник Светлой Пасхи и все будут печь куличи, делать разную выпечку. Вот и я вам предлагаю испечь очень простой и очень вкусный рыбный пирог. Итак, что нам для этого потребуется? Мука, сода, соль, перец, майонез, сметана, яйца и для начинки у нас пойдет лук, картофель и филе рыбы. Итак, приступим к приготовлению. Вначале разберемся с рыбным филе. Это филе снимал я с рыбы сам. Сейчас на экране появится ссылка, где можно посмотреть как это сделать. Я теперь его режу тоненькими кусочками, затем присолю и поперчу. Филе мы разложили, теперь его слегка присолим. Переперчим и дадим ему настояться минут 15. С картофелем мы поступим несколько иным способом. Мы его натрем прям сырой на крупной терке. Картофель, как вы видите, я отжал, чтобы слить с него лишнюю жидкость, она нам не нужна. Ну и так мы разделаемся со всем нашим картофелем. После того, как мы натерли и отжали картофель, перекладываем его в глубокую миску. Присаливаем. Ну и перерщили, конечно же. Точно так же, как и рыбную часть начинки, убираем настаиваться. Далее займемся луком. Его нам надо нарезать просто тоненькими полукольцами. Ну, такими. Больше ничего мы с ним делать не будем. Приступаем к приготовлению непосредственно теста. Уберем 300 грамм майонеза. 300 грамм сметаны. Разбиваем 3 яйца. Смешиваем это все. Теперь слегка присолим. Совсем чуть-чуть, потому что майонез соленый. Добавим 1 четвертую чайной ложки соды. Будем хорошенечко размешивать и добавлять муку. Муки у меня здесь 7 столовых ложек. Добавляем по чуть, чтобы не было комочков и сразу же хорошенечко размешиваем. Вот такой консистенции получается у нас тесто. Примерно как на ладьи. Начинаем собирать пирог. Берем форму для запекания. Я возьму силиконовую. И смажем ее сливочным маслом. Тем временем, включив духовку, разогреваться на 180 градусов. Далее выливаем половину нашего теста. Разравниваем его по форме хорошенько. Равномерно. И выкладываем первым слоем картофель. Все, картофель выложили. Далее выкладываем филе. Духовка говорит, что готова уже принять наш пирог. Ну и теперь сверху выкладываем кольцами лука. Полукольцами. Я их вот так распотрошу. И покидаю сверху. Лука тоже очень много не берите. Он дает сок, что тоже нежелательно при запекании. Сырым будет все. И картофель обязательно отжимайте. И перед тем, как его выкладывать в пирог, посмотрите, если он опять дал сок, обязательно отжимайте. Теперь сверху заливаем оставшимся тестом. И само собой точно так же, как и нижний ряд, мы его разравниваем. По всей нашей форме. Далее убираем пирог в духовку. Запекаться на 30-40 минут. Протыкайте зубочисткой под руками. Смотрите, как готов. Вытаскиваем. Ну ориентировочно 30-40 минут на 180 градусов. Ну вот и все. Прошло 35 минут. Пирог из духовки мы извлекли. Сейчас он чуть-чуть остынет. И я его разрежу. Пирог из формы я вытащил. Давайте попробуем его разрезать. Вот как выглядит наш пирог в разрезе. Он получается очень воздушный, очень вкусный. Попробуйте его приготовить, не пожалеете. Только еще раз повторюсь, обязательно очень сильно отжимайте картофель. Иначе начинка у вас будет сырая. До новых встреч дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал в YouTube. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем светлой Пасхи. До свидания.